Субтитры сделал DimaTorzok Хочешь сказать, потому что у меня нет мамы? Прости, пожалуйста, я… Это я зря сказала. Да нет, все нормально. Люди умирают, так бывает. Зато у меня есть замечательный батя. Да, Егор Дмитриевич, правда, очень хороший, прекрасный. Я знаешь, я даже скучаю по нему. Слушай, сегодня я работаю, а завтра еду домой. Поехали со мной. Я надеюсь, это будет удобно и Егор Дмитриевичу будет приятно. Ну, конечно, приятно. Ну как, вкусно? Обалденно вкусно. Оказывается, ты не только лекарь хороший, но и повар отменный. Да, пришлось научиться. У меня же сын. А женщины в этом доме не было никогда. Да, я поняла. Ой, я не буду, я же за рулем. А, ну да, простите, забыл. Тогда, может, компот? Да, компот. Предлагаю выпить на бордершафт, перейти на «ты». Не против? Да нет. Компот у тебя тоже отменный. Тоже сам? Компот у тебя тоже отменный. Тоже сам? Ну, да. Максим этот компот очень любит. Угу. Да, таких отцов сейчас редко встретишь. Ой. Привет. А ты чего не позвонила-то, а? Эй. 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 Заходи. Рад тебя видеть. Пойдем. Давай сейчас что-нибудь мы с тобой приготовим такое. Правда, у меня нет ничего. А, пойдем в кафешку? Поужинай вместе. Папа, я поговорить хочу с тобой. Я, наверное, догадываюсь, о чем ты хочешь поговорить со мной, но эта тема закрыта. Почему? Максим хороший парень. Я видела. А мама, она… Мама просто помогает. Послушай, ты… Дочь, ты такая молодая еще и… Мама, я взрослый человек, и я могу отличить. Просто помогает от… Папа, я не ребенок. Поговори со мной нормально. По-взрослому? Да. Если по-взрослому, ты предала меня. Чего? Занимая сторону мамы, ты предаешь меня. Я просил маму прекратить отношения с Конышевыми. Она наплевала на меня. Мало того, она завела интрижку с Максимом. Дочь – это предательство. А предательство я не прощаю. Поэтому я буду разводиться с твоей мамой. Чего? Слушай, давай, может, все-таки пойдем поужинаем вместе, а? Нет, мне на завтра надо кучу всего учить. У меня… Это… Точнее, рано. Я понимаю. Ты тут недавно говорил, то, что если любишь человека, то ему нужно доверять. Помнишь? Ну, а как же иначе? Если живешь с человеком, то только по любви. А не потому, что это кому-то удобно или как-то там еще. Ну, а вот жизнь свою, например, можно круто изменить, если сильно любишь? Ну, это смотря как изменить. Хотел бы, чтобы нашлась такая женщина, которая захотела бы жить здесь со мной. Желающих, я так понимаю, не нашлось. Ну, а если женщина, например, привыкла к комфорту, зачем же ее сюда тащить? Ну, я понимаю, приехать на выходные день-два, романтика. Ну, а так ни магазинов, ни салонов, ни фитнеса – тоска. Господи, неужели это самое главное? Для меня – да. Издавна так повелось. Женщина шла жить к мужчине, а не наоборот. Ну-ну, давай-давай. Давай еще лапти носить и в поле рожать. Лен, подожди. Лен, подожди, ну, я… Лен! Лен, ну что, обиделись, что ли? Не, не так-то просто обидеть. Женщина должна ехать замужем. Слышь, да. Средневековья какой. Да, эти мужики, эти кошмар какой-то просто странные. Всю жизнь ему отдаешь, а он… Сволочи они все. Сволочи. Нет, ты вот… Ну, посмотри, посмотри на меня. У меня же маникюр и прическа. А? Да лоси в лесу сдохнут, когда меня увидят. Лен, какие лоси? Кто там в лесу живет? Лоси, кабаны. Отличная компания для красивой, умной, интеллигентной женщины. Вот интересно, он об этом подумал? Он вообще ни о чем не думает. Давай с тобой выпьем. Давай. Давай за нас. Для красивых, умных и интеллигентных. Надо же, собрался на развод подавать. Потому что ему там что-то померещилось. Ну, так ты сама виновата. Вот дался тебе этот Максим, а? Ну, чего ты к нему привязалась? Я тебе говорила, что этим все закончится. Лен, что? А ты ведь не поверишь. А Максим? Девочки, давайте спать, а? Мне кажется, вы уже дошли до определенной кондиции. Тссс! Племяшка, мы больше не будем, мы расходимся. Спокойной ночи. Так чего, Максим-то? Чего? Нет, ничего. Все, я пить не буду. Я сейчас тебе постелю. Привет, бать! О, привет-привет! Ну что, принимай гостью. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. Ну вот, выглядишь молодцом. От болезни следа не осталось. Я вас очень рада видеть. А уж как, я рад тебя видеть. Егор Дмитриевич, спасибо вам. Если б не вы, я вообще не знаю, что со мной было бы. Спасибо. Так, дочка, это что за грусть? Ты мне это брось. Живи и радуйся. Поняла меня? Живи и радуйся. Да. Так, ну что, давайте, может быть, тогда чайку соберем? Нет, нет, нет. Бать, я обещал Оксане речку показать. Речку? Да. Попозже. Ну, речку, значит, речку. Отдыхайте. Далеко идти? Да нет, пойдем. Спасибо. Эх, как хорошо дышится. Не то, что в городе. Это да. Держи. Тут очень красиво. Смотри, какое место есть. Видишь? Ага. КОНЕЦ Так. Аккуратно. Ступай. Отлично. Давай-давай. Аккуратно. Так, да. Ещё немного. Ещё чуть-чуть. КОНЕЦ КОНЕЦ Привет. Привет. Оксана мне сказала, ты подаёшь на развод? Да. Да. Угу. По поводу имущества можешь не волноваться. Если ты не против, я оставлю себе мамину квартиру и, соответственно, машину. Ну, меня это не волнует. Препятствия чинить не буду. Если ты решишь вернуться, когда поймёшь, что был не прав, я тебя не приму. Просто потому, что ты не поверил мне. Если ты просто придёшь домой, Оксана будет рада. Ты что, не понимаешь, что я им помогаю как ребёнку, а не как любовнику? Как ребёнку. Это мужчина. Это молодой мужчина. И у него, между прочим, есть отец. Конышев спас нашу дочь. Что плохого в том, чтобы помочь парню хотя бы чего-то добиться в жизни? Такая малость. Оплатить квартиру, снять репетитора. Что плохого в этом, если мы можем это сделать? Мы? А я, между прочим, ничего не знал об этом. Да потому, что я тебя боюсь. Тебе же сказать ничего нельзя. Потому что я знаю, как ты будешь реагировать. Тебе же сказать. Ой, господи, боже мой. Ах! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет, Барья! Здорово! Ну, как погуляли? Отлично! Хорошо! Ну, и ладненько. Пипи. Замерзла, наверное? Не дай Бог, заболеешь. Не переживай, все будет хорошо. Вот это новость. Может быть, ты завтра с утра домой поедешь? А что, Оксана, оставайтесь. Места у нас хватит. Ну, а Вике я позвоню. Спасибо. Мне завтра в институт, еще надо позаниматься. Егор Дмитриевич, у вас очень хорошо. Можно я приезжать буду? Ну, конечно, приезжаю. Я что, против? И Максим, я вижу, не возражает. А мы завтра увидимся? Конечно. Батя со мной завтра в город поедет. Угу. С проверкой. А то. Класс. Ну, давайте вместе погуляем. Ну, давайте. До завтра. До завтра. Я провожу. Ну, если вы больше ничего не хотите, до завтра. Спасибо. Спасибо, батя. Держи. Ух ты! Привет. Это нас что, гости будут? Нет, это ужин просто так. Да ладно. Да. Но не похоже на просто так. Да ладно. Да, давай, признавайся. Я скажу. Но сначала ты. Как ты там съездила? Я съездила. Угу. Хорошо. Так. Егор Дмитриевич. Угу. И Максим замечательный. И еще я бы с удовольствием еще раз туда бы поехала. Слушай, ну я буду очень рада, если ты подружишься с Максимом. Хочешь, огурец? Так. А я была сегодня у папы. М-м-м. И что папа? Я с ним поговорила. По-моему, наш папа… Он скоро вернется. День сегодня замечательный. Не знаю. Мне кажется, дождь будет. А мне кажется, замечательно. Вот родители сегодня помирятся, папа вернется домой. Да. И у меня появился ты. Уже уверена, да, Жак? А как мы Вике-то скажем? Это ты про что? Ну, я как бы в жизни еще ничего не добился. Ты про деньги, что ли? Ну, да. Мама за папу вышла, когда он только из армии вернулся. А бизнес они уже вместе сами с нуля начали строить. Вместе. Вот так. Вика, я должен вас сейчас поблагодарить за то, что вы делаете для Максима. Квартира чудесная, Максиму там уютно. Ну, еще раз, не за что, Егор. Вы, наверное, скучаете, да, по Максиму? Он же всегда был рядом. Скучаю, но дети должны идти своим путем. Максиму надо учиться. Встречаться с ребятами, там… Ну, да. Счет дайте, пожалуйста. Ну, да. С ребятами, с девчонками, да. Я понимаю вас. Конечно. Вы меня простите, мне просто нужно бежать. Да, конечно. Очень приятно было с вами встретиться. Вика, я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но я заметил, что у Оксаны с Максимом завязываются отношения. Ну, да, извините. Вы, наверное, для Оксаны искали более подходящую партию, нежели чем Максим. Ну, конечно, парень вышел из лес. Я скажу Максиму, чтобы он больше не встречался с Оксаной. Так что не переживайте. Да. Егор, дело совсем не в этом. Я мать Максима. Это я попала в аварию много лет назад. Это моего ребенка вы тогда нашли в машине. Все будет хорошо. Маме не важно, сколько у тебя денег. Ей важно, какой ты человек. Понимаешь? А тебе? А мне? Я… очень любила Сергея. Он служил в армии, потом их перебросили в Чечню. И потом я получила извещение о том, что он погиб, защищая единство и целостность России. Потом появился он. Мягкий, деликатный. Он был у нас в городе в долгосрочной командировке. А когда я поняла, что забеременела и рассказала ему об этом, он сразу уехал, командировка закончилась, в Москве у него оказались жена и ребенок. Я не собиралась избавляться от ребенка. Я только… Я, правда, ужасно на себя чувствовала. Елена отправила меня на природу. К знакомым. В деревню. В местном роддоме родился Максим. Что вы на меня так смотрите? Скажите что-нибудь. А что вы хотите услышать, Вика? Что я одобряю то, что вы бросили ребенка? Я не собиралась его бросать. Я не поехала за ним только потому, что вернулся Сергей. С тем извещением что-то напутали. Слава Богу, он оказался жив. В общем, это, конечно, страшная ошибка. Он два года провел в плену, потом был в госпитале. И когда он примчался ко мне, он сказал, что он выжил только потому, что я его ждала. Только потому, что я его люблю. И вы решили оставить Максима, как будто бы его вовсе не было? Сергей никогда не простил бы мне измену. Я приехала через год. Его уже усыновили. Теперь я знаю, что это были вы. Вам придется обо всем рассказать, Вика. Иначе до беды недалеко. Но он ведь возненавидит меня. И Оксана. Ой, какие уточки. А утки у вас перелетные, правда? О, маман. Алло. Оксана, ты где? А мы тут, это, с Максимом гуляем по набережной. Быстро поезжай домой. Мам, а чего такое? Что случилось? Я тебе все объясню, пожалуйста. Поезжай сейчас домой. Я тебя жду. Ну, хорошо. Ладно, сейчас буду. Давай. Что-то случилось? Не знаю, что случилось, но нужно срочно домой. Ну, давай я провожу. Ну, я на такси сама доеду. Пойдем посажу. Я же говорил, что дождь будет. Так, капает, капает, капает. Мама! Мама! Что случилось? Ничего не случилось. Мне надо поговорить с тобой. Мам, все живы-здоровы? Да, все живы. Сядь. Что стряслось? Ты не должна встречаться с Максимом. Почему? Я не могу тебе всего объяснить, но ты не должна больше с ним встречаться. А ты? Что я? Ты с ним будешь встречаться? Ну, я буду продолжать ему помогать. Неужели папа был прав? В чем? Тебе нравится Максим? Все не так. Тогда объясни, почему мы с ним не можем встречаться? Потому что он… 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 Ладно. Я все поняла. Можешь не продолжать. Ладно, пока. Батя, я не понимаю, почему мы с ней не можем быть вместе. Объясни мне. Максим, в жизни бывают иногда такие вещи, которые просто невозможно объяснить. Я никогда с тобой не спорил. Но теперь не тот случай. Я люблю Оксану, она меня. Послушай, Максим, вы еще молоды. Ты найдешь себе какую-нибудь девушку, она какого-нибудь парня. В чем проблема? Да не хочу никого искать. Я уже нашел. Это настоящее, понимаешь? Ладно, хорошо. Слушай меня, Максим, я… Я никогда на тебя не давил. Но теперь поверь, не тот случай. Да послушай меня. Ты все решения в своей жизни принимал сам. Ну, теперь поверь. Сделай, как я прошу. Бать, мы с Оксаной любим друг друга. И мы будем вместе. Макс! Макс! Теперь Оксана опять думает, что я и Максим. Что? Любовники. 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 Что я могла ей сказать? Правду? Запуталась. Подскажи мне, какого черта, а? Вот какого черта ты стала им помогать? Не ездила бы туда, не узнала бы, что он твой сын. Все было бы в порядке. Это ж надо было такое придумать, любовники. Надо же такое придумать. А ведь это все ты. Что я? Я была молодая. Глупая. Ну, я же тебя во всем слушалась, свою старшую сестру. Ты меня убедила, ничего не говорит Сергею. Ты настояла на том, чтобы я бросила ребенка. Я очень хотела, чтобы ты вышла замуж за любимого, перспективного человека. И поэтому давала тебе советы. Но ты сама была достаточно взрослой девочкой, чтобы принимать решение. И ты это решение приняла. Теперь тебе удобно обвинить во всем меня. Ну, конечно, он заплатил с него. Вот она не хочет. Шапочку не снимать. Она вообще не хочет. Оксан, привет. Давай помогу. Что случилось? Почему трубку не берешь? А мне мама запретила с тобой общаться. Когда я ее спросила, не любовники ли вы, она промолчала. Что ты такое говоришь-то? Зацепился за богатую женщину, решил приударить за дочкой, правильно? Да при чем тут богатая женщина? Я ведь сам зарабатываю и сам все оплачиваю. Ой, какой ты молодец. А ты в курсе, что репетитор стоит гораздо дороже, что мама оплачивает разницу? В курсе? Что? А что слышал? А квартира? Она никаких незнакомых, а мама тебе ее сняла и оплатила на год вперед. А? Счастливо оставаться. Счастливо. 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 Я на работе взял аванс и кое-что подкопил. Догадываюсь, что всей суммы здесь не хватит, но я верну в ближайшее время. Ты меня просто сейчас послушай, ладно? Вика, я вас прошу, больше ко мне не приходите и не звоните. Я люблю Оксану и мы с ней будем вместе. Подожди, я… Спасибо за подарок. До свидания. Постой. И она запретила нам встречаться. Она не сказала, а чего, почему, не назвала причины. Просто так. А ведь ничего же не бывает просто так. Нет, дочь, ничего в этой жизни не бывает просто так. Вот я и подумала, ты был прав. Да, и мама просто… просто запала на Максима. Я не хотела тебе ничего говорить, потому что вы только чтобы помирились. Ну и молчать я тоже не могу. Как это молчать? Это же… Ты молодец. Ты все правильно сделала. А Юра и только успокоился. Нет, он не мог. Он… он… он бы так не поступил. Он… Мы нравимся друг другу. Послушай, в этой ситуации Максим, он никак не виноват. А с мамой с твоей я серьезно поговорю. Нет, не надо. Нет. Я сама… Правильно. А вам с Максимом, понимаешь, надо встретиться и просто спокойно, спокойно все это обсудить. Я его обидела. Послушай, если ты ему нужна, то он тебе быстренько все это простит. Да? Да. Мороженое будешь. Вот. Это тебе. Красивое. Давай. Я отдал Вике все деньги, которые у меня были. Теперь за репетитора буду платить сам. За квартиру заплачу немножко позже. А мама что? Не знаю. Обиделась, наверное. Чувствую себя ужасно. Хочешь — верь, хочешь — нет. Я действительно воспринимал Вику как маму. Прости, я была не права. Если мы хотим быть вместе, ты должна научиться мне доверять. Я хочу быть с тобой. Откуда у тебя этот шрам? Да так. От Волка убегала, ветка и зацепила. Оксана, я хочу, чтобы мы были вместе. Да, на шикарную свадьбу нам, конечно, не хватит, но я за работой. Я устроюсь на еще одну работу. И ты ни в чем не будешь нуждаться. Я согласна. Правда? Угу. Ну, так. Оксана... Давай, тупус. Найдем. Скоро дождь будет? Оксана, где ты была? С папой обедала, потом с Максимом встречалась. Я тебе не разрешила с ним встречаться. С кем? С папой или с Максимом? Прекрасно понимаешь, о ком идет речь. Я запрещаю тебе встречаться с Максимом. Ты не можешь мне запретить встречаться с моим будущим мужем. Мы с Максимом решили пожениться. Что? Я вещи пойду соберу. К нему переезжаю. Оксана! Так. Этого не будет. Ты никуда не поедешь. А что ты сделаешь? В квартире меня запрешь? Алло. Алло, Максим? Да, я уже… Мам! Мама! Мама! Мама, открой я! Мама! 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 Мне теперь… Оно мне и тебя пока нечего сказать. Поступай, как хочешь. Мне не до этого. Оксана и Максим встречаются. Прекрасно, я не против. Они не могут встречаться. Это почему? А, ты все-таки увлеклась Максимом, да? Сережа, Сережа, Максим мой сын. Что ты несешь у нас с тобой, дочь? Его отец не ты. Совсем другой. Максим родился, когда ты был в Чечне. Отец Кунышев. Кунышев его усыновил, это нетрудно проверить. Сережа, помоги мне. Надо что-то сделать, чтобы они перестали встречаться с Сережей. Я не могу ему сказать, что я его мать. Он меня возненавидит. Ты мне здесь просто изменяла. Значит, пока я был в плену, ты мне здесь просто изменяла. Я думала, что ты погиб. Максим мой сын. Прими это как данность. Хочешь разводиться? Хорошо. Сейчас помоги мне остановить Оксану. Она собралась за него замуж. Вика. Уходи, пожалуйста. Уходи. Я не могу тебя видеть. Уходи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Папа! Папочка! Папочка! Папочка, что происходит? Мама мне не разрешает встречаться с Максимом! Что случилось, папа? Что случилось? Мама, все! А, вы с Максимом… Вам нельзя встречаться. Мы так с мамой решили. А почему вы всё за меня решаете? А почему вы всё за меня решаете? Это не обсуждается. Спасибо. Ты хоть понимаешь, что ты наделала? Моя дочь теперь будет меня ненавидеть. А мы с Оксаной уезжаем. Да. Куда? У тебя есть две недели. Две недели. Дочь. Поехали отдыхать. Чего? Поехали на море. Помнишь, мы были с тобой у дяди Коли, но там вилла, яхты, чайки. Пап, я не хочу ни на какую виллу. У меня как-то настроения нет. У меня тоже настроений нет. Хотя, знаешь, ведь приедем на море, настроение-то наверняка поднимется. Чайки, волны и ветер. И делай главное, чего хочешь. Ты знаешь, чего я хочу. Чего? Ах, да. Извини. Давай так. Едем на две недели на море. Ты там ещё раз всё обдумаешь. Если ты захочешь быть с Максимом, ты будешь с Максимом. Правда? Правда. Ты уже один раз так пообещал. Слово офицера. Максим, а что происходит? Максим! Ночи собираю. Оксана трубку не берет. Я в город еду. Это что, на ночь глядя, попутку поймаю? Понятно. Слушай, сынок, ты, я понимаю, ты влюбился, влюбился в первый раз. Ну, знаешь что, поедешь завтра утром. Поедешь утром. Я Оксане сделал предложение. Мы с ней распишемся, я ее заберу, и мы будем с ней жить вместе. А ты там с родителями Оксаны поговорил? Зачем? Ну, что значит, зачем? Ты их спросил, они согласны? Какая разница? Что значит, какая разница? Если родители невесты не согласны, может, тогда стоит, ну, с этим как-то смириться? Не буду я мириться. Послушай, сынок, в жизни не всегда все происходит так, как нам хотелось бы. Иногда лучше отойти в сторону и не задавать лишних вопросов. Ну, чтобы не было всем хуже, понимаешь? Да. Ну, давай мы, знаешь как, а мы сейчас попьем отварчику, успокоимся. Ну, и там спокойно все обсудим, да? Угу, да. Точно? Да. Ну, вот и хорошо. Вот и хорошо. А я такой отварчик сегодня приготовил. Я думаю, что тебе понравится, Максим. Максим! Максим! Максим, открой дверь! Максим, что ты делаешь, а? Максим! Максим! Да открой дверь! Ах! Ах ты! Сережа, я просто хочу узнать, как вы там? Я за Оксаной. Её нет. А где же она? Её Сергей увёз в аэропорт. Они уже регистрируются, он на две недели её… Вика, я вам не верю. Максим… Где её комната? Максим, её правда нет. Где комната Оксаны? Максим, ну её правда нет. Где комната Оксаны? Где её комната? Наверх поднимайся, пожалуйста. Направо. Нет-нет, Максим… Куда? Сюда. Ой… Что? Возьми. Да, Вика. Это Максим. Максим? Максим, мы с Оксаной в аэропорту, мы улетаем. Дайте трубку Оксане. Тебе лучше с ней не видеться. Всё, Максим. Я хочу слышать Оксану. Пока. Максим. Максим, подожди, пожалуйста. Я должна… Отстань. Аккуратно. Я тебе говорю, упражнения классные показал. Ага. Лен, привет. Привет. Ты… Прости меня. Прости. Прости. Уже простила это всё? Лен, мне плохо. Меня все ненавидят. Я не знаю, что мне делать. Что у тебя опять случилось? Нет, ничего. Да они влюбились друг в друга. Оксана и Максим. Максим. Да ладно, ты что? Ты ему уже всё рассказала? Духу не хватает. Не хватает у тебя, хватит у меня. Мы сейчас же должны ехать с тобой к Максиму. Нужно же это сделать, понимаешь? А Оксана тебя обязательно простит. А Максим? Что Максим? Что Максим? Ты думаешь, Максим меня простит? Мы всё равно должны рассказать. А там будь что будет. Максим хороший парень. Он тебя простит. Обязательно простит когда-нибудь. Поедем. Я сама. Микусь, я должна быть рядом с тобой. Спасибо. Чай не предлагаю. Чай не предлагаю. Максим, ты меня только не перебивай. Мне и так трудно. Я правда не знаю, с чего начать. Ну уж начните как-нибудь. Я на работу опаздываю. Ты мой сын. Это вы придумали для того, чтобы я до Оксаны отстал? Глупо как-то, не находите? Такое, правда, было бы глупо придумывать. Егор сказал тебе, что твоя мама погибла. В общем, была авария, и я попала в больницу. Когда пришла в себя, мне сказали, что с тобой всё в порядке, что ты в доме малютки. И мне было просто только бы выписаться поскорей. Но потом… Потом пришёл Сергей. И я не смогла ему сказать, что родила ребёнка от другого человека. И я знаю, что ты меня вряд ли когда-нибудь простишь. Мам, ты не молчи, ты просто скажи ещё что-нибудь. А что вы хотите, чтоб я вам сказал? Здравствуй, мама. Как я рад. Вы дважды сломали мне жизнь. Первый раз тогда, когда бросили. А второй раз теперь, когда выясняется, что Оксана моя сестра. И мы не можем быть с ней вместе. Ну, как это исправишь? Я думал, вы добрые. Я думал, вы помогаете мне по доброте душевной. А вы, оказывается, просто деньгами хотели успокоить свою совесть. Максим. Но я ведь, когда начала тебе помогать, я же не… Я не знала, что ты мой сын. Я вам никто. Мне такая мать не нужна. Я вас ненавижу. Убирайтесь отсюда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что? Сильно досталось тебе? Сестрёнка, ну ты, ты всё правильно сделала, всё правильно, но в такой ситуации правда нельзя было молчать, понимаешь? А ты увидишь, что со временем всё успокоится и всё встанет на свои места. Ты не понимаешь. Я только что обрела сына и потеряла навсегда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 – Привет, Максим. – Привет, батя. Ну, как ты? Вика мне все рассказала. Я не хочу больше про нее слышать. Я не хочу тут больше жить, не хочу тут учиться, не хочу тут работать. Видеть никого не хочу. Поехали домой, батя. Ты ужинал? Не хочу. Что значит не хочу? Мужик должен есть. Батя. А? Ты же не сегодня узнал, что она моя мать. Видишь ли, сынок, Вика меня попросила тебе не говорить. Она хотела завоевать твою любовь и доверие. А завоевала мою ненависть. Максим, ты ее ненавидишь, это понятно. Но попытайся же ты ее простить. Ну, может быть не сегодня, может быть потом. Ну, понимаешь, молодая она была, глупая. Но она же твоя мать. Никакая мать мне не нужна. Вот зря ты. Зря ты горячишься. Зря? Мало того, что она меня бросила в детстве. Из-за какого-то мужика. Так она меня еще и с Оксаной разлучила. Я ее ненавижу. Прости, батя. Звучит музыка. Значит так. Хватит рыдать, ты должна бороться за своего сына. Ой, что ж ты не поймешь-то никак. Он же, он же меня не простит. Я бы тоже себя не простила. Значит, ты будешь съездить к нему каждый день. Сидеть под его дверьми. Пока не вымолишь прощения. Ты меня всегда учила избегать проблем. Чуть-то вдруг. Я просто поняла, что за свое счастье нужно бороться. Так. Я поеду к нему. Тише, тише, вкус. Прямо сейчас. Нет. Давай сейчас. Тебе нужно выспаться. Глазки завтра пройдут. И завтра с новыми силами. А сейчас пойдем поужинаем. Иначе с голоду помрешь. Пойдем. Так. Так. Доброе утро, бать. Доброе, давай. Садись. Будем завтракать. И домой. Я передумал. Что значит «передумал»? Передумал. Ага. Нет, ну да. Правильно, поживёшь здесь, станешь художником. Батя, у тебя деньги есть? Есть. И отдам. Да что за разговоры? Что значит «отдам»? Что значит «отдам»? Да. А сколько тебе нужно? Все, что есть с собой. Ага. Вообще-то я хотел там еще, ну, патрон прикупить, еды домой. Ну, я могу еще со сберкнижки снять. Все. Зачем тебе? Нужно. Спасибо. Максим? У меня есть важный разговор. Нам нужно встретиться. Хорошо. Во сколько? Где? Я к вам приеду. До свидания. Лена, он позвонил. Он сам позвонил. Чего ты орешь? Кто звонил? Максим. Чего говорил? Сейчас приедет, надо поговорить. Подожди, ты говорила что? А Конышев тоже с ним? Ну, при чем тут Конышев? Лена, вставай. Да я ни при чем просто так спросила. Я ж должна тебя как-то морально подержать. Я так и поняла. Давай, вставай. Перекусим, давай. Привет, Максим. Здрасте. Может, чайку? Чайку? Нет, спасибо. Да ладно, ну… Разговор, собственно, будет коротким. Я решил сделать анализ ДНК. Ну, в этом же нет смысла. Ну, все ж зашлось, правда. Ну, какие могут быть противоречия, если по событиям все сходится… Я на сто процентов должен быть уверен, что… что мы с Оксаной не можем быть вместе. Понимаю. Я, правда, я сделала бы все, чтобы убедиться, что ты мой сын, если б я сомневалась в этом. Вам сложно, что ли? Я сам за все заплачу. Вам следует только приехать и пройти определенную процедуру. Все. Викуля, а что не так? Я с Максимом полностью согласна. Лен, зачем это? Я не знаю. Все сошлось. Да что сошлось? Анализы-то не помешают, правда? Спасибо. А у меня, кстати, знакомая есть в лаборатории. Я ей сейчас позвоню. Не за что, Максимка. Хорошо, ну… Алло. Да, Маш, привет. А ты работаешь сегодня? Пойдемте, пойдемте. Откройте рот. Угу. Теперь вы. Угу. Ну, все. За результатом через неделю. Спасибо. А быстрее нельзя? Ну, хорошо. За пять дней управимся, раз Лена попросила. Спасибо, я заеду через неделю. Нет, я. Результаты заберу я. Молодой человек заедет. Спасибо, до свидания. Угу. Не, ну вы видели? Я понимаю, когда отцовство восстанавливают, но чтобы материнство… Да. У них там ситуация какая-то сложная, такое бывает. А ты работай давай. Угу. Угу. Не хочу больше жить. Что ты сейчас сказал? Ну-ка подожди. Что ты сейчас сказал? Ты понимаешь, что так нельзя? Я понимаю, ты не можешь меня простить. Дай мне хотя бы шанс все исправить. У вас есть шанс делать так, чтобы я перестал вас ненавидеть. Какой? Оставьте меня в покое. Постой. Постой. Если вы будете меня доставать, я сменю номер мобильного телефона. Я поменяю эту квартиру. Я работу сменю. Не могу вас больше видеть. Меня на подмог вам прислали, девчонки. Хорошо. Спасибо. А вы не расслабляйтесь. Ну, Якусь, что совсем на контакт не идёт, а? Ненавидят меня? Да не переживай ты так, сестричка. Я возьму это дело в свои руки. Измором возьму, ты же меня знаешь. Боюсь, это вряд ли поможет. Поможет, ещё как поможет. Только знаешь что, давай дождёмся результатов генетической экспертизы. Пускай он убедится, что ты его настоящая мать. Ну, ну всё, перестань. Ну, всё будет хорошо. Поехали. Да, кстати, сынок, это сегодня нужно ехать за результатами экспертизы? Угу. Хочешь, я с тобой поеду? Нет, бать, я сам. Волнуешься? Я хочу, чтоб всё это оказалось неправдой. Чтоб Вика не была моей матерью. Чтоб мы с Оксаной были вместе. Глупости я, наверное, совершил. Понятно, что она моя мать. Мне так её не хватало в детстве. А теперь её ненавижу. И ничего с собой поделать не могу. Ну, ничего, сынок. Всё в этой жизни проходит, и это пройдёт. Вернёмся в деревню, будем жить, как раньше. Ну, не хочешь, останешься здесь, в городе. Найдёшь работу, встретишь девушку, женишься, детишки пойдут. Да не нужен мне никто, кроме Оксаны. Ну, это ты сейчас так говоришь. А с Викой ты всё-таки поговори. Что? Если бы она просто была матерью, которая меня бросила. Она меня разлучила с любимой девушкой. Я этого не прощу никогда. Да. Ну, что ты мечешься, а? Я не знаю. Максим сейчас убедится, что я его мать, и больше мы никогда с ним не увидимся. Да ерунда всё это. Я же тебе сказала, что я беру дело в свои руки. Ты же знаешь, ему будет проще тебя простить, чем от меня отвязаться. Всё будет в порядке. Нет, не будет. Я его понимаю, Лена. Я бы тоже никогда не простила. Да ну? Никогда. Вика. Открой. Открой. Привет, племянничек. Это вряд ли. Где Вика? В гостиной. А что такое? Открой. Этого не может быть. Нет, так а что это? Тут всё написано. Это документ. Вы мне не мама. Не понимаю. Но такого же не может быть, правда? Это документ, Вика. Мы с Оксаной можем быть вместе. Но… Когда она вернётся? Я не могу до неё дозвониться. Её мобильный дома. Я отключила его. Ну, тогда звоните вашему мужу. Пускай приезжает. Я позвоню мужу. Я позвоню. Я сначала должна сама во всём разобраться. Разбирайтесь побыстрее. Вика, мы должны немедленно ехать в роддом. Куда? В роддом, где ты рожала, понимаешь? Ну, соберись. Едем. Сейчас, да. Соберись. Я еду с вами. Добрый день. Добрый день. А вы куда? Мне нужно к заведующей. А по какому вопросу? В вашем роддоме у меня родился сын. Когда? Двадцать два года назад. Что, у вас есть теперь какие-то претензии? Да, у меня претензии. Где заведующая? Никуда я вас не пущу. Изложите мне суть ваших претензий, чтобы я могла вам помочь. Я сейчас изложу. Я так изложу, что мало вам не покажется. Вы знаете, что в вашем роддоме при рождении путают детей? Или намеренно их меняют. Я уж не знаю. Ну, следствие разберётся, конечно. А пока я позвоню на телевидение, и ровно через час здесь будет куча корреспондентов. И скандал вам обеспечен. А ещё, знаете, я позвоню знакомому прокурору. И беседовать с ним вы уже будете в камере. Я доходчиво объяснила. Третий этаж, 307-й кабинет. То-то же. Надежда Ивановна. Молодой человек, не стучите по столу. Ну, у нас никогда такого не было. Чтобы мамочкам подменяли детей. Я вообще не понимаю, как такое могло произойти? Мы этот вот вопрос себе с утра задаём. Только мы сюда пришли не за вопросами, а за ответами. У нас самый лучший роддом в области. Наверное, потому что единственный. Так, Лена, подожди. Что, подожди? Нам не нужны скандалы. Я просто хочу понять, как получилось так, что двадцать два года назад мне подменили ребёнка. И кто мой настоящий сын? Кто у вас принимал роды? Лебедева Ирина Сергеевна. К сожалению, она умерла несколько лет назад. Подождите, там была медсестра. Николаева. Никитина. Да. Она… Она уже на пенсии. Пожалуйста, дайте мне её адрес. Нам не нужны скандалы. Мне надо разобраться. Олесь, принеси, пожалуйста, журнал сотрудников за девяносто второй год. Я жду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова – Крепец. – Крепец. Тип-тип-тип-тип-тип-тип. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. – Похоже, это здесь. – Ну, что? Тебе не досталось. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, это шестой дом? Шестой. А вам кого? Никитина Вера Ильинична, так? Ну, я Никитина. Что вы хотели? У меня к вам вот какой вопрос. Двадцать два года назад в роддоме работала доктор Лебедева. Вы работали вместе с ней акушеркой? Ну, работала я акушеркой. Я на пенсии давно. И мамочек сколько рожала у меня. Я и не помню почти никого. Послушайте, подожди. Может быть, вы мне сможете помочь? Как ваши фамилии? Бондарева. Я тогда была Вика Бондарева. Во двор проходите. Мой сын, который родился в вашем роддоме, по результатам экспертизы ДНК, моим сыном не является. Ну, и что вы хотели от меня? Я взяла грех на душу. Как лучше хотела. Вам тогда все время плохо было и роды были тяжелые. Потом вы вообще сознание потеряли. Мы вас ели откачали. Ваш ребенок родился мертвым. Что вы сделали? В соседней палате девчонка молодая рожала. Все сетовала, что аборт не успела сделать. Сказала, что сразу напишет отказ. Вот я и решила дать ребеночку шанс. Шанс жить в семье, а не в детском доме. А если бы вы этой девчонке показали новорожденного, может быть, у нее проснулся бы материнский инстинкт? Не проснулся бы. У меня опыт и глаз наметанный. Уж больно она радовалась, когда узнала, что ребеночка можно другой мамашей отдать. Лебедева не могла… Лебедева тут ни при чем. Я как лучше хотела. Решать надо было быстро. Это я потом поняла, что права такого не имела решать. Я не Господь Бог. Пойдем. Слышишь? Пойдем, пойдем. Вик, простите меня. Пойдем. Пойдем. Странный человек устроен. Это ты о чем? Я, хотя ненавидел Вику, но где-то в душе впервые почувствовал, что у меня есть материнка. Пусть бросила меня когда-то. Невольно с Оксанкой разлучила. Но она есть. И пытается сделать все, чтобы мне было лучше. А теперь, получается, меня бросили дважды. Вначале мать родная. А потом и Вика. Максим, Вика очень хорошая женщина. Да, когда-то она совершила страшный поступок, но… Но теперь-то ей все равно. Я же не ее сын. А вот тут ошибаешься, сынок. Вика привязалась к тебе до того, как узнала, что ты ее сын. И сейчас ей очень тяжело. Ты поговорил бы с ней. Угу. 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 ЗВОНОК 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 Здравствуйте. А, да. Я позвонила Сергею. И Оксана завтра вместе с ним прилетает. Так что… Это здорово. Спасибо. Могу я с вами поговорить? Ну, да. Да. Проходи. Ты ужинал? Давай, я сейчас что-нибудь приготовлю. Нет, нет, спасибо. Сейчас. Поужинаем. Я тут только раскатала чертежи. Проходи, проходи. Ну, что ты там встал? Нет, нет. Спасибо. Я не голоден. Получается, мне не за что вас ненавидеть? Вы… Вы же мне не мать. А жаль. Я… Я к вам привязался очень. Мне было приятно, что у меня есть мама. Вы… Вы простите меня. Я вел себя грубо. Простите… Постой. Постой. Я… Ты… Ну, что ты? Ой. Ты чего? Ты чего? Ну… Ну… Ну, ты же мне как сын. Ты мне как сын. Самый настоящий. Самый лучший. Тем более, теперь, когда вы с Оксанкой можете быть вместе, я ей звонила, а она тебя… Слушай, как она тебя любит. Я буду рада. Я буду рада такому зятю. Правда? Послушай, ты меня прости. Не важно, какая я тебе там родная, неродная, я тебя тогда бросила. Ой, все, все, все. Все хорошо. Все. Все, сейчас давай поужинаем. Ага. Завтра приедут Сергей, Оксана. Приедут. Ага. Прости меня. Все хорошо. Все хорошо. Только, пожалуйста, прости меня. Все хорошо. Прости меня. Прости. Все хорошо. Такси! 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 Лен, надо было догадаться, нас в объезд повезти. Да я всегда так езжу, никогда не опаздываю. Кто виноват, что там этот грузовик затрел? Сегодня мы опоздали. Слушай, так они же через вип-зал прилетают. Поехали! Привет! Привет, моя ласточка! Привет! Я так соскучился. И я тоже. Я думала, я с ума сойду, когда мне папа рассказал. Я не думала, что такое в жизни бывает. Ну, как видишь, бывает. Ты маму простил? Конечно, простил. Молодец. У тебя замечательная мама? Да. А у меня будет замечательная теща. Или ты передумала за меня замуж выходить? Ты от меня так просто не отделаешься. А, совсем забыл. Ой, как красиво. Спасибо. Пойдем. Счастливые они. Женится Максим на Оксаночке. Детки пойдут. Я стану бабушкой. Ты будешь молодой и красивой бабушкой. Спасибо. Выходи за меня. Я подумаю. Мы поедем, хорошо? У меня для тебя новость. Я потом тебе расскажу. Хорошо. Как, слетали? Э-э-э, нормально, слетали. Оксане понравилось. Сереж, ну, вернись. Ну, ты что, просто так уйдешь? Прости меня. У меня было время подумать. Я… Я очень люблю тебя. Если ты меня только бросишь, я не переживу. Ну, чего ты у меня такой балда? Ну, почему ты такой балда? А вы вообще куда собрались-то, а? Аксан! Аксан! ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok